Влада, привет. Я Валат. Ты Влада тебя могу называть? Да, конечно. Влад Лена это довольно редкое имя, это настоящее твое имя. Влад Лена, да. А Эмпера это твой псевдоним. Скажи, как он появился? Он появился очень так, внезапно. Я вообще начала работать по псевдонимам Джесси. Потом я поехала на одну компанию работать, и они на меня смотрят так и говорят, ну какая ты Джесси, ну ты Эмпера. Я такая, ну ладно, буду Эмпера. Вот, по сей день я работаю по псевдонимам Эмпера. Тебе 21 год, и ты из ДО была? Да, мне 21 год, и я с рода. Как началась твоя порно-карьера, так скажем, сколько лет назад, как это вообще случилось впервые? Ну она как бы, я началась год назад, немножечко, так побольше. И началась с того, что мне в этом Драугенпункт Салэ написал один фотограф. Он говорит, ты бы не хотел прийти на фотосессию, пофоткаться. Я такая, ну почему бы нет? Я что, люблю фоткаться, но почему нет? Пошла. Все нормально, я так познакомилась, вроде приятный молодой человек. И потом началась наша беседа. Дальше, дальше, дальше. Он предложил, а почему не попробовать пофотографироваться обнаженной? Я такая, я очень стеснительная девочка, ну как бы была. Ну до сих пор немного, так чуть-чуть. Вот, и я так подумала, сидела так долго, я сказала, нет, ты чего, как бы, как я буду голой и фотографироваться, это не для меня. Ну, чем черт не шутит, попробовала. Но мне это понравилось. Потом, прошло какое-то недолгое время, он говорит, а ты не хочешь посниматься фильмы для взрослых? Я так, что? Тогда вообще вся красная стала. Я говорю, как я? Что? Ой, да никогда. Вот, и, конечно, я ушла. Но он сказал, подумай насчет этого. Я ушла, я пришла домой и постоянно себя крутила в голове. Может быть, попробовать, может быть, нет. Как бы, ну, оказалось, что я решила, да, почему бы нет, я ему сообщила, вот. И потом он меня пригласил к себе на студию, и мы начали мои первые соло-видео снимать. Это в Латвии еще? Это в Латвии. Да, в Латвии снимают тоже порно, как бы. Мне кажется, многие это, может быть, не знают, не знают. Но я не слышал алтвийского порно. Да, в Латвии есть, но в Латвии снимают метарт. Это, как бы, легкая эротика, это не такое порно, вот. Это как метарт, и там здесь снимают сольники, лесби, вот. Вот, и я начала сниматься в жанре соло, конечно, я такая стеснительная, сижу такая, не понимаю, что делать. Ну, потом пошло все, вот. Конечно, очень волнительно было. В первых, как же, ну, первый раз же. Все. Вот. Итоги мне это понравилось. Конечно, потом сказала, ну, тебе надо попробовать с девочкой посниматься. Я такая, как с девочкой? Я же нормальная девочка, как я так с девочкой, девочкой, девочкой. Я такая, я не могу, я стесняюсь, как бы, и в общем, ну, как бы, ну, я это не понимаю, да, как можно с женщиной. Ну, ладно, мы пошли сниматься с девочкой. И, конечно, я такая вообще вся красная, опять помидор, не знаю, что мне, как и как делать, потому что, как бы, первый раз, вот. Ну, прошло все нормально в итоге. Я уже в это затянулась больше. И начала свою карьеру уже в Европе, уже за границей. Тебя пригласили туда? В зал, да, просто он, как бы, был мой агент, вот. Вот, и он предложил сниматься в Европе, за границей. Я, конечно, из-за этого испугалась очень, как, мне уже сразу в мыслях, да, отсылают, значит, куда-то, в какой-то, как это называется, где, проституция. Или на органы. Или на, да не дай бог. Вот, и я уже сразу такие мысли, так далее, я думаю, как это, за границей, значит, все, значит, меня куда-то отсылают, так далее. Я так подумала, ну, так, а почему? Я всегда рискую, я в своей жизни всегда рискую. Ну, вот и попробовала. Поехала. Конечно, первые съемки вот эти, помню, за границей это было. Помнюсь, честно. Я снимала в таком жанре. Я не знаю, зачем мне вообще туда послали. Там, может быть, я не знаю, говорить об этом, не говорить. Говорить? Говори, говори. Да, ну, ладно, я снималась там, где писают, но как бы это немного противно, даже так говорить противно. Ну, ладно, поехала туда, вот, и там и пошло мой псевдоним, кто мне дал этот, мой сейчас, импера. Я поехала к нему, там, я очень, конечно, волновалась, я когда летела в самолет, я думала, как, что, я думаю, все, меня там еще убьют, не дай бог, конечно. Все прилетело, меня встретил водитель, отвезли на студию, у них очень большая, такой очень, они всегда снимают, я заметила, ну, полно в больших домах. Вот, у них такой очень большой дом был, как студия сделана, вот, я приехала, познакомилась с этим Грегом, кому принадлежит эта компания. Вот, и он сказал, ну, что, езжай в отель, и завтра начнем сниматься. Я поехала, все в порядке, следующий день наступает, прилетела, ой, прилетела, приехала, вот, на студию, и мне, а я же не знала, что там, мне этот агент мой не рассказывал, что к чему, какие съемки. Я думала, ну, такие нормальные, что я снималась и в Риге, но не так уж было, вот, он говорит, ну, будем сегодня снимать писинг, я такая, что, какой писинг, я такая, о, господи, куда я попала, вот, и он говорит, ну, что ты боишься, там ничего сложного, я такая, ну, ладно, ничего сложного, так сказал вообще. Но эти съемки для меня оказались из самых сложных. После этого я, конечно, прилетела в Латвию, какое-то время не работала, не снималась, потому что у меня должно было время пройти, чтобы отошла бы из тех съемок, потому что это довольно тяжело морально и физически, в любое всего морально было. И потом пишет опять этот, как бы, агент, в кавычках, вот, и она говорит, не хочешь еще на съемки такие лайт? Нет. Я такая, ну, ладно, как бы, тогда вроде бы плюс-минус на мае прошло, я такая, ну, ладно, почему бы нет. Полетела. В Венгрию? Нет. В Чехию. На легал-порно. Может быть, мне кажется, люди, которые смотрят порно, они знают, что это такое, что там очень такой хард. Там происходит только анал, хардкор, актеров большие размеры громадные, которые я никогда вообще в жизни даже не видела. Даже если я смотрела порно, я таких не видела. Вот там я что-то новое открыла для себя. Я считаю, что нельзя, если девочка начинает свою карьеру, сниматься уже в таких жестких жанрах. Надо начинать свою карьеру как вот соло, лесбия, может быть, там через какое-то время с мальчиком. Вот. И потом уже что-то либо начинать с той категории, что-то пожестче. Вот. И я приехала домой. Я сразу сказала до свидания этому агенту. Я говорю, ты меня обманул. Ты сказал, я еду на лайт съемок. Как бы. И я приехала реально на жесткие съемки. А ему просто как бы выгоднее мне отсылать более на такие жесткие съемки, потому что они более оплачиваемые. Больше. Потому что ему выгода, как бы он получает за этого агентские. Вот. И я еще перестала с ним работать за того, что он очень большие агентские права. Это почти половина моего заработка. То, что он плюс получал мои, ну что я давала агентские, плюс от продакшена получала. Сейчас агентский, как бы он неплохо зарабатывал, просто сидя на стуле. Вот. Я с ним завязала. И потом через какое-то время мне написал агент из Будапешта, Джулия Гранти. И принадлежит Джул Моделс, агентство. Она спросила, не хочешь с нами поработать и так далее. Я так подумала, почему бы нет. Это находится в Венгрии, в Будапеште. Я полетела. Она сказала, что когда первый тур приезжаешь на месяц. Я такая, месяц за границей, не быть дома. Как бы, я думала, это очень тяжело будет. Но мне оказалось так. Я полетела. Вот. Начались первые съемки. Вообще light. Я не делала никакие жесткие. Вот. Я начала, как вот я сказала изначально. Вот с самого легенького, то с самых таких хардов. Зарплата тоже отличалась, видимо. Да. И вот это все дело более оплачиваемо, если про Европу говорить, больше оплачиваемо это в Будапеште, чем в Чехии. В Чехии меньше платят. Вот. В Будапеште намного больше, и там нет таких хардов, хардкоров. Там очень софт. Вот, например, в Чехии, у них более они все снимают. Даже если там есть какие-то, как в стиле Нубилась, это более такое красивое порно. Даже у них нет такого, ну, как легенькое. У них тоже жесткое есть, тоже как хард. Я не знаю, почему эта страна все снимает в харде. Ну, я больше люблю, конечно, Будапешт. Вот. Там намного легче, конечно. В одной песне поется, что лучшее порно в Будапеште. Это правда, что Венгрия – это своеобразный центр Европы, порноиндустрии, или все европейские девушки все равно стремятся попасть в Америку, в Бразерс, например? А, Америка. А, начнем с этого, насчет Будапешта. Это, да. Это действительно, что… Вот, нет. Ну, как бы сказать, Будапешт и Чехия – это основные такие две страны, где реально снимают порно, где находятся очень многие компании. Нельзя так сказать, что Будапешт как бы там номер один, да, в Европе вот здесь снимают порно. Нет. И Чехия тоже. Это такие основные две страны. Насчет Америки. Да. Многие стараются туда попасть, и скорым временем я туда полечу, сниматься. Конечно, и моя мечта попасть в Бразерс, потому что Браз как бы номер один. Но они предпочитают немного другие типажи, более MILF. Все такое, да. Более как тинейджер, я как снимаю сниму в тинейджер, как девочка маленькая, предпочитают больше в Европе, чем в Америке. Но оказалось так, что компания там согласилась меня поснимать в Америке. Может быть, может быть, и Бразерс меня возьмет. Вообще в Европе много девушек с постсоветского пространства, с Латвии конкретнее? Здесь можно на пальцах пересчитать, сколько с Латвии. Большинство актрис приезжают, например, с Россией. Очень много по актрисам. Сейчас я читала, что в связи с курсом доллара еще больше девушек поехало в Европу на заработки из России. Да. Очень много. Я тоже сейчас прилетела из Чехии. Я снималась на лего-порно. И там большинство в этом модель-хаусе находились девочки из России, из Украины. Большинство. Ну, как бы, я заметила, да, что очень много актрисов именно из России. Очень много. Но я даже считаю, что они одни из самых лучших. Например, она Хеннесси Алина. Она из России. Ну, она просто… Она же получала какие-то награды. Да, я говорю, она очень классная порноактриса. Та же самая Джина Джерсон, Валентина, как бы, она тоже с России. Очень классная порноактриса. Ну, насчет наград, кстати. В октябре этого года в Берлине ты получила свою награду. Я не знаю точно, как она называется. Порно Оскар. Ну, да, она тебе так считается. И именно после этого от тебя узнали в Латвии. Да. Широко узнали, так скажем. Да, очень. От тебя написали, наверное, все интернет-порталы наши, все самые известные. Как тебе такая внезапно свалившаяся на голову популярность? Честно сказать, мне сразу волосы наверх, дыбом. Конечно, было там, где приукрашено было. Я не знаю, зачем там люди писали, немного приукрасили все это дело. Конечно, для меня это был шок. То, что начали так, опа, такая реакция, да, у всех людей. Я когда начала читать комментарии по всем этом, я очень следила за это. Я очень следила за все эти порталы, где писали эти новости. Я сразу эти комментарии лучше бы не читала, честно. Я сидела первые 3-4 дня и оплакала. Очень все негативно было. Ну, я, конечно, понимаю, что, как бы, ну, порно сниматься это не очень такое святое дело, да. Но я считаю, там ничего такого плохого нет. Я же не ворую, я же не убиваю людей. Даже те люди не осуждают воров, убийц, как меня осуждали. В тот момент. Честно, было очень обидно. Но если так подумать, логично, если в этом мире не было бы порно, ну, как бы люди жили? Честно. Да не очень. Даже я, если, я сама люблю смотреть порно, если я там не посмотрю, мне уже как-то не очень. Все смотрят, но все осуждают. Осуждают вот именно. Вот это я вообще не поняла. Когда вот реально все смотрят и так осуждают. Нет, понимаете, почему осуждали? Потому что я с Латвии. Я девочка с Латвии. Если бы там была девочка с другой стороны, они так меня осуждали. Потому что, как, эта девочка сдобили, да. Как бы и порно снимаются. Вот. Для всех это шок был. Единственный шок. Это мне показалось, что в основном тебя критиковали женщины. Да. Большинство. С чем это связано? Ну, это сразу бы поняла. Я считаю, что это, может быть, не зависть в каком-то плане и зависть. Я не знаю. Ну, не, конечно, и с мужчин тоже было странное. Очень много негатива. Как это, девочка? Ах, ты такая-сякая. Как кости же обмывали там. Это очень тяжело было. Очень мне все принять. Я такой человек, который все близко к сердцу принимает. Очень все. Я реально, я там плакала и рыдала. Мне тоже самое. И мама, конечно, переживала за это, что настолько такой негатив в мою сторону был. Как в Европе, в той же Венгрии реагируют на это? Спокойнее? Да. То есть у них не вызывает это таких эмоций? Нет. Нет. Я даже, когда в Венгрии гуляла по улице, там даже меня узнавали, фотографировались, автографы просили. Мне это дико приятно было. Там немножечко по-другому относятся. Такие люди, которые снимаются там в порно, для них это немного восхищение. Так самое, если я, например, иду в ресторан покушать и так далее, официант всем спрашивает, а вы откуда, чем вы занимаетесь? Я такой человек, который не врет. Я все говорю, ну как есть. Я говорю, я здесь снимаюсь в порно. Я говорю, да ладно, сразу так, а можно с вами сфотографироваться, а можно автограф. Вот. И они немного по-другому относятся к тем людям. Вот. А здесь иначе. Ну, то, что касается незнакомых тебе людей, а как отнеслись к этому твои друзья, одноклассники и, самое главное, родители? Да, вот мне очень даже одноклассники писали мои, говорили, он говорит, ничего себе, как бы они не осуждали. Это очень приятно было, то, что не очень хорошие отношения были в школе. Я была такая девочка, ну такая, как говорится, с гоном, с гоном, с гоном такая, ну, никто меня не принимал, потому что я была такая очень тихоня, страшненькая, толстенькая, и как бы дети меня вообще не воспринимали. Как бы ты иди туда, сиди и все. Вот. Но в итоге как бы все равно. Они мне написали и сказали, молодец. Вот. Они не ожидали, конечно, потому что они говорят, ты такая девочка очень тихая была. Вот. Друзья нормально отреагировали. А что они еще могли бы сказать? Ну, как бы они говорят, ну, молодец, если тебе нравится, конечно, занимаюсь этой жизнью. Насчет моей родни, вот там началось, честно. Вот там был просто. Мама в ужасе была, она рыдала, она плакала, она не понимала, как это, она говорит, как я упустила тебя. Да. Потому что она это понять не может. Она же учительница у меня. Она говорит, как это учительница, да. Дочка порноактриса. Она это понять не могла. Поэтому она со мной не общалась очень долгое время. Она сказала, как бы, ну, ты мне не дочь, я не могу это воспринять. Как бы, вот, мне, конечно, очень тяжело было в то время. Я уехала с Латвии, я поняла, что я не могу находиться в одной стране, где моя мама, потому что мне реально тяжело было. И я уехала за границу работать, заниматься очень долгое время, очень долгое. Потом, конечно, прилетела, сестра говорит, что мама дико скучает. Вот, я приехала к маме, сестра нас помирила, и сейчас все отлично, все в порядке. Конечно, другие мои родственники до сих пор со мной не общаются, в общем, не общаются. Ну, я как бы считаю, самое главное, чтобы, ну, меня поддерживали, это моя мама, моя сестра, и все. Для меня это самое главное, самые главные люди. А что касается личной жизни, есть ли у тебя парень? Ну, насчет личной жизни у меня нет молодого человека. Вообще, у порно-актрисы возможно личная жизнь? Да, конечно. Сейчас недавно одна знакомая вышла замуж, даже две. Как это можно совмещать? Спокойно. Спокойно? Да, но там вышло такое, что там немного другое, одна девушка, которая вышла замуж, она вышла за порно-актера. Потому что там друг друга понимают, там поддержка есть, там нет такого, как, например, вот девочка снимается в порно, а мальчик не снимается. Там ужас, честно. Если он не будет ее поддерживать и понимать, там никакие отношения вообще не могут быть. И сейчас знакомая порно-актриса, она вышла замуж за простого мужчину, который в этой теме вообще ноль. Как бы он не работает, он какой-то бизнесмен, что-то такое вроде. Вот сейчас поженились. Может он не в курсе просто? Он в курсе, конечно, конечно. Такое дело нельзя скрывать, надо сразу говорить, сразу так в лоб. Ну, раньше или позже это узнают как бы. В моем сейчас, как я, я сейчас, это мне нереально скрыть, потому что и так знают. И я это даже бы не скрывала, когда даже со мной стараются в фейсбуке там знакомиться, я, конечно, это игнорирую. Потому что я понимаю, что все люди знают. И просто, наверное, знакомятся из-за того, что я порно-актриса, что, наверное, хотят просто, тупо говоря, использовать. Может там в плане в постели и такое. Может быть, на счет денег, может быть, не знаю. Так что так, и я сейчас, да, я одинока. И мне, если честно говоря, мне и не надо. Мне как бы, если я хочу, там, обнимаешься, что такое. Я приезжаю на съемки, там, ну, актеры, они всегда обнимут тебя, поцелуют. Там, нет, так, ва, иди ты отсюда, да, как бы. Нет, там вообще такого нет. И мне хватает этой ласки. Естественно, хватает, что мне в своей личной жизни это вообще не надо. Хорошо, давай я побуду немного моралистом и спрошу тебя о будущем. Давай. Думаешь ли ты о нем, о замужестве, о семейной жизни, о детях? Или вообще пока что перед тобой не стоят эти мысли? Честно? Просто общество не всегда понимает, как можно построить счастливую жизнь. Да. То есть для многих это базовые какие-то вещи. Вот. Нет, если честно, если так честно уже говоря, я не хочу не жениться. И детей я тоже не хочу. Я их дико люблю. Серьезно, я их очень дико люблю. Ну, может быть, может быть, лет так через десять, может через пятнадцать уже загнуло. Ну, так, через десять лет, может быть, я буду планировать насчет ребенка. Но я бы не хотела бы в себе мужчину рядом, чтобы было. Может быть, я бы это даже искусственно сделала. Для себя родила бы ребенка. Честно, я не хочу, чтобы рядом со мной мужчина был. Мне как-то не для меня это. Мне лучше быть одной, жить одной. Может, меня сейчас не понимают. Да, не до конца. Да, может, не понимаешь, потому что, как бы сказать, мне немного стало отвращение от мужчин. Не то, что я сразу лесбиянка была. Не-не-не, такой нет. Просто мне немного пропала симпатия к мужчинам. Потому что, что они вытворяли со мной на съемках? Вот что-то. Но это на меня очень дико поддействовало. Очень дико. И сейчас, не, я могу там пойти, пообниматься, поцеловаться. Вот. А так, чтобы жить с мужчиной? Нет, я не могу. И я даже не хочу. Ну, кто его знает, что в жизни будет дальше. Может быть, у меня будет муж. Может быть. Ну, я, конечно, не хочу. Честно говоря, не хочу. А какой ты видишь себя в будущем вообще? Все-таки порно, это наверняка не на всю жизнь. Да. И ты думала о том, чем бы ты хотела заниматься? Да, конечно. И чем? Ну, конечно. То есть, порно все-таки ограничивает твой выбор заметно? Я хочу, нет, я не хочу бросать порно. Мне это дико нравится. Вот. И недавно, как недавно, месяц назад открыла свой сайт. Вот. И я хочу в этой сфере продолжать, может быть, свою компанию открыть и свое порно снимать. Ну, это в моих планах. Как бы самой, как актрисе, не сниматься, может быть, изредка для своего сайта там сниматься, а так открыть свою компанию, свое порно. Да. На латвийском рынке. Да, конечно. Угу. В конце ты сказала уже о своей американской мечте. Я хотела спросить тебя о планах на следующий год. Какие цели ты ставишь перед собой? Ох! Я много что ставлю. Ну, не, ну, так, если серьезно говорить, да, я вот хочу в Америку, ну, я туда и полечу. Вот. И я хочу что-то больше достичь. Я не хочу как такая, ну, какая-то там левая порно-актриса. Нет, я хочу, я реально вот просто мечтала стать действительно очень знаменитой, не только где-то там, ну, как в Латвии, может, где-то в Европе каких-то странах, вообще, ну, как бы и в Америке стать знаменитой, конечно, и больше и в Европе стать. Вот. Стать новой сайта? Ну, я мечтала стать реально знаменитой, очень знаменитой, но это дико тяжело. Потому что я смотрю, какие в наше время актрисы, там даже так рядом не стою, честно говоря, что очень такие красавицы. Ах! Только так. Несмотря на то, что наше интервью с тобой соберет очень много дизлайков и злобных комментариев. Конечно, сразу. Я хотел тебя поблагодарить за то, что пришла, не побоялась и откровенно ответила на все вопросы. Да, спасибо тебе. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»